Я вас категорически приветствую! Если ты публичная персона, очевидных способов увеличения популярности у тебя ровно два. Первый – это достигнуть в своём деле новых, доселе невиданных вершин, что-то организовать, изобрести, спеть, сплясать, изваять или выиграть. Способ непростой, но почётный. Второй способ – инициировать скандал, прогавкать что-нибудь гнусное, развестись с истериками и скандалами, сгонять на гастроли к бандеровцам, талантливо исполнить песню лично для Саакашвили, ну или просто подраться на публике. Способ номер два – значительно проще и доступнее любому дебилу. Беда ровно одна, результаты могут оказаться непредсказуемыми. По факту может даже захочется вообще утратить любую известность навсегда, но будет уже поздно. Двое отечественных футболистов, старинные приятели из закадычной дружбаны Александр Кокорин и Павел Мамаев много лет пытаются свернуть с трудного пути номер один на весёлую полную приключений дорогу номер два, а точнее пытаются ехать сразу по двум дорогам, ну, примерно как актёр Алёша Панин. Футболист Кокорин живёт полнокровной жизнью, даже когда закадычного друга Мамаева нет рядом. Например, в молодые годы неоднократно садился за руль пьяным, порой организуя дорожно-транспортные происшествия. В прошлом году вообще лишился прав на 4 месяца за встречку. Впервые страна заговорила о данных персонажах как о ярком дуэте пару лет назад. 20 июня 2016 года на Евро-2016 сборная России проиграла сборной кусочка Великобритании, известного как Уэллс. Пока страна пыталась оправиться от футбольного шока, Александр и Павел умело отжигали на роскошной вечеринке в Монте-Карло. Злые языки говорили, что организаторами и спонсорами действа были именно эти двое, причём потратить им удалось аж четверть миллиона евро. Поведение наших орлов настолько не соответствовало общему настрою, что оба в качестве дисциплинарной меры были переведены в молодёжные составы своих команд. В целом посыл критиков по данной истории как-то не сильно понятен. Парни отдыхали на свои честно заработанные деньги, а клад им назначен их руководителями путём переговоров. Тратят они свои деньги, как и все остальные граждане РФ, по своему усмотрению, то есть как хотят. И время в отпуске проводят тоже, как и все остальные граждане, как хотят. Крайне сомнительно, чтобы критики вечеринок сами хоть раз в жизни отказывались от повышения зарплаты. Или в случае неудачи на работе вдруг начинали скрываться ото всех на свете и проводили несколько месяцев в трауре. Давно замечено, что основная масса граждан начинает рабочую неделю с протяжных стонов в ожидании пятницы, чтобы в эту самую пятницу начать отдыхать, а следующие два дня грустить, что скоро понедельник и опять надо идти на работу. 7 октября команды Кокорина и Мамаева встретились на футбольном поле в городе Санкт-Петербург. Зенит бился с Краснодаром. А уже вечером дружбаны в компании других прекрасных людей, выкупив целый вагон поезда Сапсан, умчались в Москву и приступили к масштабным торжествам в честь десятилетия своей крепкой мужской дружбы. Торжества проходили, как положено, в стрип-клубе. По слухам, на оставленные там деньги, рядом можно открыть ещё один стрип-клуб, возможно, чуть-чуть поменьше. Покинув рано утром учреждение ночной культуры, подгулявшие юбиляры вместе со старыми и новыми друзьями оказались на улицах Москвы, где внезапно обнаружили автомобиль «Мерседес». В автомобиле находился водитель, ведущий Первого канала Ольги Ушаковой по имени Виталий Соловчук. Внутрь «Мерседеса» внезапно залезла бухая подружка футболистов, и пока её оттуда вытаскивали, дорогостоящий автомобиль был подвергнут физическому воздействию. Водитель «Виталий» поведение дебоширов не одобрил и выразил недовольство, за что был жестоко избит. Сперва получил несколько ударов по голове, а потом ещё и сапогами по асфальту покатали. Итог – сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, перелом носа и множество ушибов. Около девяти утра любители ярких праздников прибыли в кафе на Большой Никитской. Там же оказался постоянный посетитель заведения, глава департамента Минпромторга Денис Пак, который призвал весёлую компанию вести себя поскромнее. Согласно показаниям футболистов, выражения использовал довольно грубые. После словесной перепалки, в ходе которой госслужащий был подвергнут оскорблениям по национальному признаку, интеллектуал Кокорин ударил его стулом. Результат – черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица и левого плеча. Завязалась драка, в которой пострадал ещё один чиновник – генеральный директор в ГУП «Нами» – это там придумали лимузин «Аурус» для президента Сергей Гайсин. Согласно его утверждению, после нанесения побоев прозвучала фраза – вам ещё повезло, что вы живы. Решением Тверского суда Москвы оба мегафутболиста, а также младший брат Кокорина Кирилл, заключены под стражу до 8 декабря. Приняли, говорят, ещё двоих подельников. Возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство» в составе организованной группы. По второй статье можно лишиться свободы на срок до 7 лет. Потерпевший ПАК запросил компенсацию в размере 100 млн. рублей. Потерпевший Соловчук согласился на 500 тыс., хотя травмы у него куда серьёзней. Возможно, каждый из них сформировал требования, исходя из своих доходов. С деньгами пока не ясно, зато 15 октября вышел президентский указ о награждении государственными наградами Российской Федерации, где отмечены заслуги множества достойных людей страны. Данным указом Сергею Гайсину присуждён орден Александра Невского, а Денису Паку – медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Любопытно, что оба награждены за большой вклад в реализацию проекта – единая модульная платформа, позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей. Звучит неплохо, поскорее бы увидеть этот модульный ряд на дорогах и парковках родной страны. Ну а футболисты Кокорин и Мамаев в последние дни дают очень много интервью, но уже не журналистам, а следствию. Разумеется, лепшие кореша на перегонки валят вину за случившееся друг на друга. Кокорин сообщил, что если бы не Мамаев, водитель, ушёл бы небитым. Ну а Мамаев напомнил, что Пака стулом огулял именно его товарищ. А он, Мамаев, тем временем тихонько сидел в сторонке и никакого интереса к Паку не испытывал. Отчим Кокорина совершенно благоразумно извиняется перед всеми за сына и от его имени. А вот батя Мамаева выступил гораздо более ярко. Пускай они не пиздец. Я с Хашигом разговаривал вчера. И Хашиг нас поспал демократично нахуй. Я им сказал, вы что, блять, устроили, еб твою мать. Вы что устроили, черки, блять. И с Монте-Карлом, блять, устроили. А что делаете? У кого, ебёт, человек в отпуске находится, блять. Кого это ебёт? Кто они устроили сейчас, блять. Как не стыдно вам, сука, чертям, блять. Еб твою мать. Вам не стыдно, блять. Гореть, блять, вам всё в аду, блять. Поняли позицию мою, нет? Вы передайте мою позицию всем, блять, гантонам, которые, блять, от зависти, сука, блять, жил еще скоро подавятся, блять. Что обычный русский парень, блять, зарабатывает деньги, а как только, блять, оступился, сука, вы каждый готовы нож в спину в одну, блять. Сам Павел Мамаев в Краснодаре уже, похоже, не играет. Клуб начал расторжение контракта. А вот «Зенит» рубить канаты с Кокориным не планирует до вынесения ему приговора. Если впаяют реальный срок, тогда придется прощаться, а если нет, видимо, останется на борту. Тем не менее, с рекламных плакатов в аэропорту Пулково Кокорин стремительно исчез. Чисто на всякий случай. Вот ведь какая коварная штука жизнь. Вчера индивидуальный вагон в Сапсане, а сегодня приходится делить тюремную камеру непонятно с кем. Хотя, чего еще можно ждать от этой страны? Тем не менее, прошло некоторое количество времени. По данной истории высказались все, кто мог и кто не мог. Проведена масса ток-шоу. Основной посыл – покарать, срочно посадить, запретить играть в футбол навсегда. Разве что публичного расстрела не требовали. В итоге, пьяные драки превратились в главную новость страны на протяжении недели. В каждом выпуске новостей – это одна из основных тем, обсуждался каждый шаг. Ну, тут надо понимать, пьяные драки в России – большая редкость. Можно быть уверенным, такая драка в ту ночь была не одна. Не удивлюсь, что драки были с гораздо более печальными последствиями. Но вот это уже никому не интересно. Но если первая неделя прошла под призывами покарать, то на вторую неделю массово стали высказываться защитники. Оказывается, безобидных ребят подло спровоцировали. Оказывается, судить футболистов надо на футбольном поле. Оказывается, почти все защитники в своё время тоже где-то дрались, но никто из них не сел. Ну, вот, кстати, интересно, а как их в кафе спровоцировали? Парни тихонько зашли, цивильно присели за столики, заказали утреннего кофейку, и вдруг их внезапно обложили матьюгами. Какая чудовищная провокация. Борзевший чиновник слишком много себе позволяет. Провокатору однозначно влетело за дело. Или всё-таки парни вели себя как стадо бабуинов и откровенно мешали окружающим? И вот когда достали всех окончательно, им сделали замечание? Ну, возможно, замечание было сделано в грубоватой форме, но кто кого на что изначально спровоцировал. Существует ещё мнение, что их не надо было арестовывать, потому что они, конечно же, никуда не убегут и не будут давить на следствие, на пострадавших, на свидетелей. Но в СМИ сразу заговорили, что одно из первых действий, которые они предприняли в попытках замести следы, дабы уйти от наказания, пришли в кафе и предложили выкупить видеозаписи с камер наблюдения. Говорят, за 5 миллионов рублей. Поэтому иллюзии, что они будут сидеть тихо дома и не будут ни на кого давить – это иллюзии. Андрей Малахов притащил в студию рыдающую мать братьев Кокориных, где она рассказала, какие замечательные у неё дети. Вот хочется сразу задать вопрос – а мать избитого водителя в студию привели? Я вас уверяю, она тоже переживает и плачет. Потому что плохо узнаёт своего сына после пережитых им побоев.